Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на родине РП Центральный Округ, у них здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник, если вводите мой ник и против третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому вводите мой ник при инстрации, также можете вводить мой промокод, мой промокод Кирилл Ютуб. На шестом уровне вы вводите и получаете очень даже хороший бонус, сегодня у нас будет новое видео и в этом видео я обратно буду играть через джойстик, получается на проекте родин РП, но сегодня будут не дальнобойщики, там не на машинке будем ездить, а сегодня я хочу поработать как бы на ферме, у меня максимальный скилл как бы там, я могу поработать либо на тракторе, либо на комбане, но скорее всего я хочу поработать на комбане, мне кажется это будет поинтереснее, может даже сложнее, чем работать дальнобойщиком, поэтому пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, канал. Ну что ж, я уже почти доехал до фермы. Вот, как выглядит джойстик для тех, кто, возможно, не видел. Кто не смотрел две предыдущие серии, то я вам советую их посмотреть. Я, кстати, вебку поменьше сделал, потому что она была очень сильно большая, и поэтому я ее сделал, ну, где-то в два раза меньше. Потому что там на полэкрану у меня, в основном, вебка была. Ну, я думаю, так будет тоже неплохо. Я заметил один прикол с машиной, то что если зажать ручной тормоз, то есть пробел, у меня вот эта кнопка пробела, то двигатель на машине лохнет сам по себе. Если эту кнопку держишь, то машина, как бы, ну, не заведенная. Я отпускаю эту кнопку, и машина сама заводится. Это реально прикольно, я не знаю, было ли такое до этого, но выглядит очень даже прикольно, и полезная тема. Просто зажал пробел, ну, в моем случае, кнопку на геймпаде, и у тебя машина как бы глушится. Начального фермера получить доступ к работе тракториста, вот, компонера. Все, так, берем, отлично. Так, теперь он может еще переодеться, типа, или как? Так, переодеться, так, вот, я переоделся. Да, все, видите, у нас получается СТП-нула, и можем теперь работать на комбайне. А вот, допустим, на комбайне закончится бензин, вот, что я буду делать? Кстати, по-моему, новый комбайн сделали. Да, до этого по-моему был какой-то другой. Какая-то модель кабанная, видите, у нее колеса как-то, ну, проваливаются вообще, и она шкрижет. Но работать, в принципе, вроде бы как не сложно, тем более я могу камерой крутить. Но, когда я кручу камеру, у меня почему-то включается, кстати, поворотник. Довольно-таки прикольно работать на комбайне. Можно будет еще для прикола попробовать еще на тракторе поработать. Было бы прикольно, если бы нужно было, знаете, там, куда-то поехать в другое поле на тракторе и там забрать какие-то, не знаю, либо удобрения, либо какие-то тюки сена, либо еще что-то, я не знаю. Было бы тоже прикольно. Ну, я не сказал бы, что сложно на комбайне работать. Просто комбайн сам по себе, ну, в управлении немножко странный, потому что у него поворачивают не передние колеса, а задние. Играть довольно-таки удобно. Да, вы не можете там какие-то команды определенные забиндить. Разве что сделать бинд какой-то на определенную кнопку, и когда будете нажимать кнопку, у вас будет там, как бы, сейчас сама команда и нажиматься. Можно так сделать. Но это все надо продумывать, короче, настраивать и так далее. Я этим заниматься не хочу. Можно будет еще попробовать на вертолете полетать. Я не пробовал на вертолете летать. Прям самое сложное, что можно придумать. 3850 рублей мы заработали. Отлично. Давайте теперь сходим и знаете, что сделаем? И поработаем еще на тракторе. Так, давайте закончим работу. Так, переодеться. И заберем наши деньги. Все. Так, теперь нам нужно устроиться на тракториста. Вот, у нас такой трактор появляется. Но этот трактор, по-моему, не заменен. Я устроился на работу. Взял трактор, и мне пишут, что нету топлива. Давайте пробуем другой трактор туда взять. На машину не хватает. Конечно, я все понимаю, но откуда он знает, что у меня есть деньги вообще. Вот, 50 тысячам удалось. Все, я думаю, хватит. Вот, здесь есть бензин. 11 литров. Окей. А почему не полный бак? Что это за баги такие? В первом тракторе вообще не было бензина. Во втором тракторе 11 литров. В чем прикол? Я не знаю. Ладно, давайте попробуем поездить. И просто нам по меткам надо ездить. И все. Я думаю, хотя бы какой-то прицеп будет. Либо еще что-то. А так нам просто нужно ездить по меткам. Ну, на тракторе вообще еще изичнее, чем на комбайне, я так скажу. На комбайне было тяжелее из-за того, что там и на заднюю ось поворачивать. Не переднюю ось, а заднюю. Так, я уже перешел на третье поле. Вы, кстати, мне там писали, типа, вот, поработай именно на подработках там. Ну, поняли. На начальных работах, типа, там, грузчиком, либо еще кем-то. Ну, понимаете, типа, ну, грузчиком нужно там айт нажимать, либо еще какие-то команды. А я не могу их забинтить просто-напросто. Ебать он пидор просто. Запомните этого долбоеба, который меня выкинул с трактора. Он просто пи-да-раз. Я извиняюсь за выражение, конечно, но... А почему? Нельзя что ли трактор закрывать или что? Я не понимаю. Типа, блядь, я работал на тракторе, ехал на метке, и меня чувак просто взял и выкинул. Типа, это нормально, да? Так бы, G-Log команда вроде бы не писала, чтобы закрыть трактор. Ну, в принципе, ладно. Ничего страшного. Самое основное, что мы попробовали поработать, и у нас это все получилось. Охуенно просто. Запомнить того чувака, который выкинул меня с машины, и передать ему большое спасибо. Ну, что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Вот, я с помощью этого замечательного джойстика поиграл на ферме. Пишите еще свои идеи в комментариях, что можно, в принципе, попробовать с джойстиком. На капт я точно не пойду, потому что, блин, я не знаю. Мне кажется, это будет очень сложно, потому что целиться через джойстик, это прям будет полная жесть. Возможно, я не знаю, чем можно еще заняться. Какие-то работы, может, еще есть интересные, которые можно попробовать с джойстиком. Но это уже придумайте вы в комментариях. Я, безусловно, все комментарии читаю, поэтому пишите, не стесняйтесь. Если мне ваша идея понравится, то я обязательно запишу видео. Войдите мой ник, войдите мой промокод, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok